потому что будем вместе с вами сейчас хотела сказать работать, не люблю это слово, да, взаимодействовать будем вместе с вами. Так, сейчас запись поставлю. И сегодня мы будем говорить о платформе Dial Shaker, о том, кого туда можно привлечь, о том, как это сделать, да, где взять предпринимателей. Есть определенные уже наработки у нас. И я думаю, что вместе с вами мы еще откроем некоторые для себя возможности. И давайте первый вопрос вам задам. Вот у вас дома, у вас дома, у вас у самих есть что продать? Ставьте единичку. Кого есть дома что продать? Например, ты раньше сотрудничал с какой-то сетевой компанией, может быть, сейчас сотрудничаешь, да. Может быть, к примеру, есть какие-то вещи тебе подарили, они у тебя просто лежат, может быть, новые. Есть. Значит, вопрос следующий. Кто из вас уже сам себя зарегистрировал на платформе Dial Shaker и выставил свое предложение? Может быть, оно еще у вас там в обработке, но это не столь важно. Ставьте либо плюс, либо минус. То есть кто уже зарегистрировался на платформе Dial Shaker? Ольга зарегистрировался, отлично. Лариса, отлично. Владимир зарегистрировался на платформе, отлично. Ну, смотрите, значит, первое, что рекомендую каждому из вас сделать прямо сегодня. Не откладывайте это в долгий ящик. Возьмите сами себя, зарегистрируйте на платформе Dial Shaker, посмотрите, что ты можешь предложить человеку. Я знаю, что вот кто-то там занимается бухгалтерской деятельностью, да, то есть ты же можешь оказывать, делать отчеты за криптовалюту, причем за 100% монет ты можешь делать какие-то, оказывать услуги. Кто-то, например, занимается там, вот фотографией, да, знаю, Лариса занимается. То же самое, то есть тебе там не требуется официальных, ну, как сказать, оборотного капитала у тебя нет, и, в принципе, за 100% монет ты можешь выставить свое предложение. У кого-то, может быть, есть свои тренинги, кто-то дает уроки музыки. Вы знаете, сейчас довольно распространено стало обучаться, люди не хотят куда-то ездить, и обучаются дистанционно. Вот у меня сестра, например, она, я знаю, что кто-то приезжает к ней домой, она занимается английским языком, обучает детей, а кого-то она ведет прямо через скайп дистанционно. Поэтому, первое, посмотрите, что вы лично сами можете предложить. Зарегистрируйте свое обязательно предложение. Для чего это необходимо сделать? Для того, чтобы, когда ты будешь разговаривать с предпринимателем, первое, у тебя будет определенная степень уверенности, первый момент. Второй момент, ты будешь точно знать, как это сделать, ты можешь показать, опять-таки, свой пример, и ты поможешь другому человеку зарегистрироваться очень легко. Значит, поэтому всем настоятельно рекомендую, сделайте это, сделайте в ближайшее время. Для того, чтобы ваши сделки проходили легко и играючи, значит, вы можете либо, вот у вас есть аккаунт в онлайф, и автоматически компания вам создала аккаунт на Dell Shaker под вашим же логином и паролем, то есть для тех, кто не знает. Вы можете в своем же, если у вас тем более верифицирован аккаунт в онлайф, то ваши сделки, они пройдут гораздо быстрее. Одно из условий, чтобы обязательно даже предприниматель, которого вы будете приглашать, он в первую очередь, необходимо ему будет загрузить документы для верификации. Значит, первый момент. Следующее, смотрите. Вы регистрируете сделку, оформляете, если вы поставили сами под себя, к примеру, в первую линию решили зарегистрировать новый кабинет, и выставить там лично свое предложение. Вы можете это сделать, то есть сами под себя ставите новый аккаунт, регистрируете, и чтобы у вас было полезно, проще, все прошло. Вы свой новый аккаунт в онлайф, мерчантовский, привязываете к своему основному аккаунту, где прошла верификация. Как меня слышно? Что-то у меня тут все зависло. Поставьте единичку. Слышно хорошо? Звук есть? Хорошо. Ага, смотрю, немножко компьютер подвис. Значит, смотрите. И оформляете вы обязательно профиль мерчанта, оформляете адресную книгу, после этого вы выставляете свою сделку. Значит, сейчас немножко поговорим о выгодах. Кто-то их слышал, кто-то нет. Для мерчантов. То есть что вы можете человеку предложить? Кто вообще из вас любит помогать людям? Кому нравится помогать людям? Наверное, почти все. Да? И смотрите, чем вы можете сегодня помочь предпринимателям? Давайте обозначим, какие у предпринимателя есть проблемы. Пишите в чат. Для себя же. У предпринимателя какие есть проблемы? Вот вчера было крещение. Вы знаете, мне вчера пришло несколько смс. Почти подряд. Первое. Пришло смс из того отдела, где я покупала для себя платье. Пришло смс из золотого отдела, где я покупала золото. Пришло смс из отдела, где я покупала нижнее белье. То есть фактически вчера все здесь 70% скидки, здесь 50% скидки. Только три дня ваши бонусы там в золотом отделе там скидку мне дали. Купоны на следующую покупку их удвоили вчера сумму. То есть они делают сегодня все, что угодно для того, чтобы как можно больше привлечь клиентов и как можно больше увеличить свой товарооборот. Потому что фактически, все мы с вами знаем, декабрь – золотое время для предпринимателей. Люди покупают подарки, готовятся к Новому году, к Рождеству и прочее. Но когда наступает январь, потом у них затишье до 23 февраля. Потом опять затишье до 8 марта. И вот здесь вот важно понимать. Согласна, первая проблема предпринимателей – большая конкуренция. Это раз. Второй вопрос. Идет борьба. Да, идет борьба за клиента. Для чего вот, например, вчера они пишут, где золото брала в отделе. Они удваивают там бонусы, делают все, что угодно. Для чего? Чтобы человек пошел именно в их отдел. Потому что этих отделов золота, их полным-полным. Привлечь как можно больше клиентов. Какие еще проблемы есть у предпринимателей? Как правило, у них деньги в товаре, товар лежит. Конкуренция большая, товарообороты падают. Если это, скажем, бизнес, одежда, либо обувь, либо детские вещи, то здесь коллекции меняются очень быстро. У нас зимняя коллекция. Не успели ее продать. Весенняя пошла коллекция, да? Потом не успели продать. Летняя пошла. Еще и летом два раза поменяется, или весной два раза поменяется. И у человека остается очень много на остатках. И что вы можете человеку предложить? Первое. Бесплатная регистрация для предпринимателей. На данный момент, сейчас, пока компания не берет с предпринимателей никакой оплаты. Для сравнения, допустим, торговая платформа Groupon, купонная тоже система там, они берут до 50% комиссий. То есть, если на их платформе продается товар, 50% они забирают себе. Если взять Amazon, там тоже предприниматели посчитали, до 60% они отдают вот этой платформе за рекламу, за вот эти все прочие вещи, за то, что им, так сказать, предоставят клиент. Здесь человек может зарегистрироваться бесплатно. Первое. Второе. Он может занять неограниченное количество торговых мест. Он может зарегистрировать несколько. Отдельно, например, на одежду. Отдельно, к примеру, он там вяжет, в хобби у него вяжет женщину, например. Она может отдельно сделать, по вязанию выставить свои предложения, отдельно, например, по обуви. И разместить неограниченное количество товаров. Для сравнения, в свое время у меня был сайт, я сотрудничала с продуктовой компанией, был сайт на T.U.R.U. Вот T.U.R.U. они предлагали, по-моему, до пяти товаров, позиций, я могла выставить бесплатно. Если у меня уже больше пяти, то они говорят, пожалуйста, приходи на платный тариф, тогда это было, по-моему, 14 тысяч за год, оплачивай 14 тысяч, и ты уже сможешь выставлять там 50 или 100 позиций. То есть там тоже есть определенные, если ты хочешь больше, еще дороже идет плата. Здесь человек может зарегистрироваться и абсолютно любое количество товаров выставит. Следующий момент. Что получает предприниматель? Он получает прямой доступ к лояльным клиентам сети из 194 стран мира. То есть у него появляется, вот здесь уже цифра наша устарела, потому что просто тысячами добавляются люди на площадку. Буквально несколько недель назад я делала слайд, было 338 тысяч. Сейчас уже больше, чем 345 тысяч. То есть уже более 7 тысяч людей добавилось на платформу буквально вот за эту неделю. Есть возможность перевести свой бизнес на международный уровень. Поставьте единичку. Кто смотрел те видеоролики, вот я сбрасывала немножко подборку видеороликов по мерчантам в скайпе, в чате. Вы смотрели? Смотрели. Вы слышали там отзыв женщины, которая из сетевой компании продает духе, и она сказала, я никогда не могла представить, что буду отсылать товары в Мексику, да? Еще там в какие-то, по-моему, в Румынию она отсылала. То есть фактически предприниматель без дополнительной рекламы, без дополнительных денежных средств, он может сделать свой бизнес международным. Ну, естественно, тут надо учитывать, если там какие-то вещи, которые требуют там растаможки, ну, надо смотреть, в какие страны он может что-то отправить. Но в целом, стран 194. Кроме того, дополнительная реклама. Вот здесь я не случайно вам задала вопрос, кто уже выставил свое торговое предложение на платформу DL-Shake. Я рекомендую вам, ребят, платформа огромная, предложений очень много. Пожалуйста, вы на свои, на свои же предложения, на свою страничку мерчантовскую с вашим предложением, вы сбросьте ссылки в чат, потому что у нас в чате там тоже сотни человек, и кому-то из наших же партнеров ваше предложение может быть интересно, потому что вы разместили, но вас не видно. И плюс, чем больше мы будем видеть предложений, ну, тем лучше для каждого из нас. Кроме того, есть возможность продавать свои товары дороже за счет роста курса монеты и годного майнинга. Да, вот по поводу дополнительной рекламы. То есть вы смотрите, вы можете сбросить ссылку на свою страничку, и вот мне лично не составит труда нажать «Поделиться», и я отправлю ваше предложение в социальные сети. Во-первых, дополнительная реклама для каждого из нас. Во-вторых, вы получаете дополнительно, например, я поделилась, и мои друзья видят о вашем предложении. Кому-то это может быть очень интересно. Поэтому договорились, да, у кого есть уже выставленные предложения, пожалуйста, делитесь в чате ссылками. Значит, по поводу продажи своих товаров. Вот я сейчас грубо прикинула. В прошлом году мы зарегистрировали один ресторан у нас в городе Тольятти на торговой площадке «Делл Шекер». Мы сами несколько раз туда ходили за монеты, да, Виталий там сын день рождения отмечал за монеты. И фактически вот я прикинула, вот смотрите, мы их зарегистрировали. И, допустим, в ресторан пришло 20 человек с торговой платформы и покушали за монеты. И, к примеру, монетка стоила на тот момент, допустим, 13 евро. Но я не помню вот эти хвостики, да, ну, грубо, 13 евро. Они получили монеты себе на кошелек, обслужив, допустим, 20 человек. Сейчас монета 20,75, то есть на 7 евро, грубо, монета увеличилась. То есть фактически, значит, 20 на 7 – это 140 евро. То есть 140 евро, 14 тысяч рублей, грубо считая. И фактически вот сейчас та прибыль, которая у них есть на аккаунте, это то же самое, если бы они еще плюсом обслужили 28 человек. Смотрите, сейчас прибыль равна тому, что они бы не обслужили не 20 человек, а 48. Чувствуете разницу? Но они не затратили, они не потратили продукты, да. У них просто их деньги выросли. Выгодно ли это предпринимателю? Конечно, выгодно, потому что еще увеличить количество, считай, заказов в более чем в два раза, но это любому предпринимателю очень выгодно. Следующее. Доход от продвижения площадки, партнерская программа. То есть предприниматель, он тоже может увидеть возможность, он может пригласить там соседних отделов, тоже других предпринимателей, да, и уже иметь процент, то есть если, к примеру, у него в торговом центре есть вот отдел, допустим, женская одежда, рядом есть предприниматель, который продает обувь. И представьте, он пригласил на торговую площадку человека, который продает обувь. У него там пошли товарообороты. Вот этот человек имеет процент от сделок от обуви. Разве это реально в магазине? Конечно, нет. То есть в магазине они там конкуренты. Либо он пригласил того же человека тоже с платью. И он уже имеет не только оборот от своих сделок, но он имеет также оборот от сделок второго человека. И фактически он уже в этом заинтересован, потому что доход его растет. И они из конкурентов превращаются в партнеры. Хотя здесь важно понимать для предпринимателей то, что на данный момент платформа заполняется. И люди, у которых есть чуйка, они знают, что сейчас, чем больше количества довольных клиентов они себе получат, платформа же будет развиваться, и она так же, как в «земляном» бизнесе, будет заполняться эта ниша. Но другой момент. Либо человек выходит, к тому же вот взять период ICO, уже с клиентской базы, с платформы, потому что люди устроены так, когда один раз он что-то взял, ему понравилось обслуживание, ты идешь снова и снова в этот отдел, либо в этот ресторан. Так это? То есть и здесь вот важно вот этот момент понимать, что фактически сейчас предприниматель может занять свою нишу на торговой площадке. Кроме того, есть возможность выстроить собственную сеть предприятий на торговой площадке Dell Shaker и партнеров сети OneLife. Ну и об активах за счет роста монеты, в принципе, мы поговорили. И давайте задам вам такой вопрос. У кого из вас есть, скажем так, мысли, да, классно, вижу, что за этим есть будущее, есть определенные перспективы, но у меня вот нету знакомых предпринимателей. Есть такие люди? Поставьте единичку. То есть, да, классно, я бы хотела людям предложить, но не знаю, кому. Есть такое у кого-то? Есть. По статистике знаю, что есть. То есть, да, вижу перспективу, да, я хотел бы. Кто бы из вас вообще хотел выстроить сейчас вот эту сеть предпринимательскую и в дальнейшем иметь свой процент от каждой сделки сети? А ведь товарообороты-то могут быть совершенно разные. Вот сейчас мы оформляли с Юлией один из наших партнеров. У него, значит, он продает недвижимость в Греции. И вот смотрите, мы выставили на торговую платформу дом в Греции 16 тысяч монет всего и 25 тысяч евро. Это копейки. Если, допустим, человек приобретал по одному даже евро монету, а есть люди, у кого 0,1 или 0,01 себестоимость монеты, то фактически вот этот там элитный дом, особняк, фактически вот этот вот особняк, он для себя может приобрести за копейки. И скоро предложение, оно еще пока в обработке, то есть сейчас пока вы его не увидите на Делл Шейкер, но я думаю, что в скором времени оно появится. И здесь смотрите, допустим, как вы думаете, вот 90% этого дома выставлено за монеты, уйдет дом на платформе или нет? Я думаю, что он как только появится, он сразу же уйдет. Потому что есть люди, у кого миллионы монет. И дом, даже человек, если его приобретет за 16 монет и 25 тысяч евро, фактически он его может там продать, ну его реальная оценочная стоимость 400 тысяч евро, вот этого дома. И смотрите, мы ему помогли оформить сделку. Нам выгодно, чтобы у вас сделка ушла? Конечно, выгодно, потому что от даже евровой части мы получаем комиссионные. То есть она нам добавляется в баллы, и мы получаем свой процент. Вам выгодно включить вот таких жирных предпринимателей, у которых будут крупные сделки? Конечно же, выгодно. И ты однажды прикладываешь усилия, да, это может быть не так, не прямо сегодня ты получишь прибыль. Но здесь важно понимать, что ты получаешь постоянный потом приток и постоянный остаточный доход. И смотрите, где взять предпринимателей? Давайте вместе с вами подумаем. Кому можно обратиться? Кому ты можешь обратиться прямо сегодня? Пишите в чат. Есть какие-то мысли? Где взять предпринимателей? Можно. Бизнес-справочники фонда предпринимательства. Можно. Но это можно сказать, как с холодного рынка, да, зайти. Знакомые, согласны. То есть первое, поднимаем свой список, смотрим, кто занимается каким-либо видом бизнеса, либо человек, у которого есть какие-то хобби. В газете, согласны. Вы помечаете себе способы. В газете они выкладывают свои объявления. Еще. Взять рекомендации можно у своих же знакомых. У каждого человека есть как минимум один знакомый, который занимается бизнесом. Если у тебя есть 100 человек в списке, как минимум они тебе могут дать 100 предпринимателей. По одному дали, вот тебе 100. Да, в торговых центрах при совершении покупок, можно при совершении покупок, можно просто обратиться к человеку и задать вопрос. Это ваш бизнес или вы просто продавец? Если он говорит, мой бизнес, здесь вариантов самого контакта, их может быть, несколько. Первое. Допустим, вы хотели бы получить бесплатную рекламу в свой магазин? Или ты хочешь получить много клиентов? Для тебя это бесплатно. Не требует твоих затрат финансовых. Или тебе хотелось бы увеличить товарооборот? Если человек адекватный, любой предприниматель вам скажет «да». Расскажу свой пример. Тут ребята меня видели в Тольятти. Кто из вас получает на e-mail рассылки с различными предложениями? От сетевых компаний, может быть, кто-то товар предлагает. Кто получает? А что вы делаете? Вот пришло у тебя письмо, что ты делаешь с этим письмом? Удаляю. Я раньше тоже удаляла. Знаете, буквально два дня назад мне пришло письмо. Не знаю, где взяла эта тетенька e-mail мой, но пришло письмо. Она сотрудничает с одной сетевой компанией, они занимаются БАДами. И вот она там пишет, какой у них классный товар и прочее. Вы знаете, сначала хотела удалить, думаю, зачем она мне нужна? Потом я так подумала. Я на ее письмо ей ответила. Там, здравствуйте, Надежда. Я тоже предприниматель так же, как и вы. И я прекрасно знаю, что в сетевом бизнесе доход зависит от товарооборота, который у вас проходит. Хотели бы вы увеличить количество клиентов в свой бизнес для вас без дополнительных ваших вложений. Для вас это будет бесплатно. Как вы думаете, она мне ответила на это письмо? Она мне ответила на это письмо и, как ни странно, почти сразу. Она мне написала, да, интересно, пришлите предложение. Я ей отправила предложение, которое сбрасывала в скайп. На что она мне написала после этого. Давайте сделаем так, вы меня сами бесплатно зарегистрируйте туда-сюда. Если я увижу там реальные результаты, то тогда я еще своих подтяну там и прочее, прочее. То есть вот такой был расколот. Я поняла, что она не просмотрела полностью письмо. Потому что, во-первых, мало времени прошло. А во-вторых, зарегистрируйте меня сами. Я могу человеку помочь зарегистрироваться, но мы же не можем без самого предпринимателя выставить. Там же его данные надо заполнить. Надо как минимум, чтобы человек верификацию, документы взял. Я ей предложила поговорить голосом. После этого она сказала, ну, некогда голосом говорить. И почему я рассказываю этот пример? Первое, человек отреагировал. Второе, важно понимать, что когда вы разговариваете с мерчантами, это тот же самый отбор. Такой же отбор, как мы с вами разговаривали, когда включали людей на образовательные пакеты. Есть та же самая критическая масса. Есть люди, которые говорят, да, но на самом деле не готовы ничего делать. И это нормально. Понимаете, это статистика. Поэтому, когда я слышу, я говорю, к этому обратился, ему не надо, к этому обратился, ему не надо. Ну, ты просто не прошел еще критическую массу. Когда мы что-то новое начинаем делать, всегда человек проходит критическую массу. Сначала не получается, потом начинает получаться лучше и лучше. А потом просто это растет, как снежный ком. И все, я думаю, об этом слышали неоднократно. Поэтому вопрос в том, к какому количеству людей ты обратишься. Кто-то скажет да, кто-то скажет нет. Видели ролик там Людмилы Дмитриенко с детскими товарами? Она там сказала в ролике одну фразу, что я всегда держала нос по ветру. Я первая установила в свое время там терминал в свой магазин и прочее. То есть это предприниматель, который действительно мотивированный предприниматель. И он хочет увеличить количество клиентов. Она всегда этим занималась. Но есть предприниматели, которые, знаете как, вроде точку открыл бизнес, а сам сидит страдает, и клиентов нет, но он не готов ничего делать. Такие тоже есть. Как правило, таких даже больше, чем нежели тех, которые ищут новинки, ищут какие-то новые способы продвижения. И прочее. И вот это важно понимать. Кроме того, где еще можно взять людей? То есть мы с вами обозначили свой список, взять рекомендации, пойти с кем-то познакомиться. Сейчас фактически в любой отдел ты можешь зайти и задать вопрос. Если там продавец, каким образом дайте мне контакт хозяина вашей точки, у меня к нему есть деловое предложение. То есть выйти на контакт. По статистике да, кто-то даст, кто-то не даст, это неважно. Не надо смотреть на тех, кто не дал вам, допустим, рекомендации. Ваша задача найти мотивированных предпринимателей, которые готовы и открыты к новому. А они есть. Такие люди есть. Следующий момент. Вот смотрите, кто из вас натыкался на интернет-магазин? Что-то заказывали? Интернет-магазин. Их же полно. Есть сетевые. Есть кто-то себе создал магазин. Те же самые там и с бытовой техникой есть. Да, и с теми же товарами для красоты, для здоровья. Очень много. Фактически вы можете взять, выписать для себя. Я рекомендую каждому завести отдельную тетрадь. Вот как мы с вами составляли список знакомых, то точно так же завести тетрадь предпринимателей. И, допустим, ты пишешь, какой магазин контактный, там, как правило, на сайте всегда есть телефон, есть e-mail, да, то есть можно туда написать. Делаешь пометку, что за бизнес. Есть деловое предложение, бери, с человеком начинай общаться. Отсыла ему деловое предложение. Но лучшее я рекомендую предварительно, чем высылать, не надо спамить. Берите, набирайте на телефон. То же самое. Вот я увидел ваш интернет-магазин, смотрю, у вас здесь там элитная косметика, к примеру. Вы хотели бы увеличить количество довольных клиентов в свой бизнес без дополнительных финансовых затрат с вашей стороны? Если человек адекватный, он вам скажет «да». После этого отправляйте деловое предложение. Все очень просто. Связывайтесь с этим человеком. И смотрите, один хочу вам рассказать пример. То есть что сейчас, на что сейчас мы вообще сконцентрированы, чем мы будем заниматься. Слышала от некоторых людей такую фразу «да, а что я предпринимателя включу, то ли сделки сразу пойдут, то ли не сразу, а мне деньги нужны сейчас и прочее, а деньги я могу сейчас получить от продажи образовательного пакета». Вот здесь важно понимать одну вещь. Расскажу пример. Мы сотрудничали с одной компанией, у нас был продукт, связанный с автомобилями, добавки в топливо. И в какой-то момент, то есть мы тоже приглашали людей, показывали им там продукт, показывали им бизнес, включали людей в бизнес. И в какой-то момент Вадим придумал такую стратегию. Мы стали людям предлагать попробовать продукт бесплатно. Во-первых, с партнеров, у которых есть денежный блок, то есть они боятся завершать сделки, им просто дать попробовать. Понимаете? То есть снимается напряг вот этот. Всем же нравится людям помогать. И фактически, то есть у нас была задача сделать 10 человек, то есть нам давали товар пробовать, а взамен, то, что мы бесплатно им даем продукт, они клеили наклейки там на заднее стекло машины и катались с нашей рекламой. Смотрите, что стало происходить. Во-первых, человек, он, к нему стали обращаться с вопросом, а что это такое, расскажи. То есть человек начал понимать, что он рассказывает. И фактически, вот смотрите, 10 человек, они катались с наклейками. Если взять мою статистику, сейчас слышно? Значит, вот 10 человек, мы клеили им наклейки, и человек с чем сталкивается? К нему подходит, он стоит возле машины, у него реклама, он говорит, а что это такое? И он начал рассказывать. После этого они получают еще, естественно, результаты, и из 10 человек, 6 человек включились в мой бизнес. Из 10-6. Я специально их не рассказывала им про бизнес, не было никакой мотивации, то есть это произошло естественным путем. Потом эти люди, они сделали то же самое, они сделали 10 человек, сделали по 10, уже 100. Смотри, вот сейчас, допустим, ты включаешь 10 мерчантов, твоя задача сделать 10 мерчантов. Естественно, человек начнет разбираться, что за тенденция, что за криптовалюта, что за пакеты. Он видит, что криптовалюта, вот эти 3 года она только растет. И вот сейчас кто-то говорит, да, сейчас мало монет на пакет. Ребята, это для вас мало монет, потому что, когда мы начинали 3 года назад, там 2 года назад, да, основное количество из нас, у нас все было только на перспективу, не было ни торговой площадки, не было ничего. Нам необходимо было больше поверить. И, знаете, поверь и воздается. Чем больше ты веришь, поэтому у вас больше монет на данный момент. Сейчас уже поверить проще. Сейчас есть все, есть площадка, есть завален интернет отзывами. Вот уже на носу ОСЕОН. Сейчас поверить очень просто. И фактически, да, у него меньше монет, но даже если взять пакет, который он берет, ребят, то количество монет, он удваивает в любом случае свои средства. Как минимум удваивает при нынешнем курсе. Где, в каком фильме еще они это видели? У предпринимателей это для них будет просто, знаете, взрыв мозга. Потому что они такого не видели. И фактически, что мы наблюдаем? Мы наблюдаем то, что... Ну, я смотрю отзывы там в других структурах, у кого что происходит, естественно. Фактически мы получаем готового предпринимателя. Предприниматели вот из этих десяти, они возьмут пакеты, ребята, не на 140 евро. Потому что предприниматели, у них другие рамки. Я вам приведу пример с тем же самым рестораном. Вот мы включили этих ребят. Они не строят специально сеть. Но вы знаете, они включили, по-моему, могу ошибаться, четверых. Четверых? Просто рассказали четверых. И те четыре взяли кто тройные пакеты. Один там полмиллиона загнал сюда, один там миллион. У них другие рамки, у них другие мерки. И фактически вы получаете другой круг, другой контингент. И вот сейчас я смотрю, у кого взлет пошел в бизнесе, у предпринимателей. Потому что они видят, насколько здесь просто, насколько просто они могут создать сеть, насколько они еще улучшают свой тот бизнес и плюс здесь получают прибыль. Для них это фантастика. Просто кто-то не осознает, что у вас сейчас в руках. И кажется, что все, ICO, все, конец. ICO это будет только начало. И кто-то просто сплавит свои монеты за бесценок. Самое интересное будет еще через год и два после ICO. Вот там будет интересно, а не сейчас. И кто-то смотрит, как на конец сети. Нет, ребят, все только-только начинается. Вот это поймите. И фактически сейчас золотое время. И что вы получаете? Смотри, ты сделал 10 предпринимателей. Показал ему то же самое, что он может иметь товарооборот от других предпринимателей. Он включил 10. 10 по 10 – 100. Из 100 человек на втором уровне, пусть даже 50%, не все, взяли пакеты. 50 человек взяли пакеты. И брать они будут нормальные пакеты, потому что люди умеют считать прибыль. 5 500. Вот мы тут разговаривали в Тольятти. Тут ребята стали включать предпринимателей. Но предприниматели заходят 5 500, 7 500, 13 тысяч. Для них это нормально. Это бизнес. И просто сайте, посчитайте. То есть твоя задача первая – сделать 10. Потом из них посмотреть, кто там прародится, помочь им сделать по 10. И представьте, когда это спустится даже до третьего уровня. Сколько у тебя будет бизнесов, именно бизнесов, в твоей организации. И какой ты будешь иметь доход. И самое главное, что это остаточный доход, о котором многие люди мечтают. И идите к людям, расскажите им об этой возможности. Потому что они просто ждут. Сейчас предприниматели, они ждут. К примеру, вот он выставляет одежду любовь, пишет 50% скидки. Ты ему можешь показать, смотри, ты можешь свои 50% выставить за евро. А вот эти 50%, на которые ты делаешь скидку в магазине, ты можешь получить монеты, которые растут в цене. Выгодно это ему? Конечно, выгодно. Потому что так он уже с этими 50% попрощался, да. А здесь он получает монеты, которые через год ему дадут очень много денег. Гораздо больше прибыли. А так бы он потерял вот этот вот кусок. Значит, ну в принципе, мы с вами поговорили, где взять. Ну, миллион способов. Везде вокруг нас бизнес. Это в интернете, это есть сообщества, интернет-магазины, доски объявлений. Там ты можешь увидеть предпринимателей, которые предлагают какие-то предложения. Все, что осталось, просто открыть рот. И помнить, есть критическая масса. И чем больше ты чего-то делаешь, тем лучше получается.